Здравствуйте, вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Ситрова. На склоне реки Ягошиха восстановили арт-объект легкие города. Вандалы испортили его еще в прошлом году. Зимой к объекту не могла подобраться спецтехника. Теперь это стало возможным. И вот, наконец, легкие починили. Напомним, арт-объект установили неподалеку от Планетария в 2018 году. Автор проекта Антон Черемных. Вы ослика видите? Нет? А он есть. Ну да ладно, сейчас покажем. Вот же он, ослик. Везет тележку с бархатцами в полисаднике рядом с домом номер 3 по улице Уинской. А плохо видно его из-за огромного количества цветов. Каких здесь только нет. И ромашки, и бархатцы, и флоксы, и даже герань. Прямо-таки цветочная сказка какая-то, а не клумба. На детской площадке. На детской площадке во дворе дома номер 64 по улице Юша проблема посерьезнее. Гниющие деревянные доски в игровом комплексе. Некоторым местным мальчишкам это даже нравится. Взбираясь на конструкцию, они представляют, что находятся в каком-нибудь веревочном парке. Висят на перекладинах и эти дыры перепрыгивают. К счастью, пока эти экстрим-развлечения обходятся без последствий. Теперь у местных ребятишек на этой детской площадке иные развлечения. Ну, то есть такие, какие и должны быть изначально. Никаких опасных телодвижений, а также игр в веревочный парк. Прогнившие доски с конструкции убрали, постелили новые и даже покрасили. Радует, что коммунальщики среагировали на проблему так быстро. И детвора проведет свои летние каникулы на безопасной площадке. А вот куда мы сегодня не поедем, так это на улицу Сергея Данщина. За нас там уже подежурил пермяк по имени Кирилл Валентинович. Он рассказал о том, что неподалеку от мукомольного завода прорвало трубу. После чего воздушные коммунальные сети на какое-то время превратились в фонтан, который бьет струей вниз. Наблюдают водную феерию и жители дома номер 15, дробь 2, по Серебрянскому проезду. У них там ключи бьют прямо из-под бордюров, начиная с утра 4 июля. Причем напор нисколько не уменьшается, а воды становится все больше и больше. Не оставим мы вас и без телезрительского кадра дня. Он у нас нынчает Светланы Ларионовой. Ну а называется и даже пень в июльский день. А дальше слова вы сами знаете. На этой позитивной ноте заканчивает работу наша дежурная бригада. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8 951 952 02 22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарования и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова